добрый день нас пожирает всех коронавирус все мы от всех закрыты надеюсь мы все не умрем нас комендантский час прям как вы видели в фильмах хэнде хох шнеля-шнеля ай люлю стреляют ходить можно только в масках не всегда не везде и не всем только продуктовые открытые аптеки 10 до 12 в чехии ходят только пенсионеры по магазинам без маски штраф 20000 приехал из заграницы не сообщил 120 тысяч крон штраф но там по 20000 крон штрафа из-за границы не сообщил 20000 евро штрафа до 3 миллиона крон поезда аэропорты границы все закрыто всех въезжающих не просто мерят а делают тесты на коронавирус 700 тысяч тестов на коронавирус прилетело к нам сегодня из китая в подарок также на заброшенном складе нашли маски в огромном количестве на 100 миллионов долларов масок купил из единственный миллиардер чехии официальный который из хорошо горит по-русски и мой сосед 100 метров друг от друга мы живем и он сделал деньги в россии то есть он москве когда у нас были лихие 90 и он там как бы делал бизнес и так что у нас нефть нефть у нас на страхах проходит 25 и это очень интересно потому что 25 нефть ягодка опять не было она давно у нас по четырем часам так мы и не прошли в положительную зону как видите положительную зону мне почувствует не почти щупали индикатором а вот соответственно у нас не было сигнала продолжения тенденции которыми я говорил и у нас как следствие нету роста далее мы по таймфрейму день даже еще не допадали до дивера то есть индикаторы вниз и цена вниз в данный момент где должен был произойти сигнал продолжения тенденция здесь была зеленая и появилась красная выше вот под такой маленький короткий дивер да мог бы быть если бы цена пошла вниз и но здесь и цена пошла выше поэтому у нас не обратного дивера никакого не появилось пока что в целом цена идет вниз и у нас идет вниз и индикатор глубина у него максимально поэтому самое интересное развитие на таймфрейме день это когда цена вот здесь вот отскочит выше 30 так вот смотрите внимательно отскочит это у нас вторая минута 40 секунда основная тема отскочит а индикатор индикатор он продолжит падать и тогда у нас получится вот здесь вот после отскока дивер но такой вот дивер он называется обратный обратный дивер то есть первое развитие события аппаратные диверы иногда работают и как раз они работают когда идет какая-нибудь сильная на е ну как это сказать когда всех сильно дурят да когда всех сильно дурят вдруг откуда ни возьмись вот под таких вот вещах появляются обратные дивергенции но вообще чтобы ждать классическую дивергенцию то все просто индикатор должен начать зеленеть пойти вверх потом должна появиться опять одна красная там или две красные чуть-чуть снизится и снова пойти вверх а при этом цена должна продолжать валится но куда же мы будем валиться чтобы начертить этот дивер неужели нам нужно валиться куда-то в район 19 если мы там будем то ровно одну секунду мы там будем потому что у нас не только нефть у нас другие акции упали и вселенский заговор великий маховик меняем там нефть на дешевый доллар там или там на дорогой доллара поменяем обратно евро на доллар и у нас получится денег три раза больше он раз в 10 лет происходит и я уже всегда вам об этом говорил что если у нас там нефть стоит 70 доллар стоит грубо говоря там евро 14 то у нас такая зависимость не прослеживается уже нас дешевый очень доллар и дорогая нефть а сейчас у нас очень так сказать дешевая нефть и очень дорогой доллар по сравнению к евро да то есть у нас немножко идет сбой в маховичке потому что когда у нас очень дешевая нефть у нас должен доллар в этот момент быть очень то есть евро должно быть дорогим 140 они меняют на много много долларов и покупают дешевую нефть потом дешевая нефть очень сильно растет скажем там с 25 долларов растет там до 75 долларов до 85 а в этот момент очень сильно укрепляется доллар и евро к нему падает и люди продают дорогой доллар за дорогую дорогую нефть за дорогой доллар накупают дешевая евро и делают раскрутку обратную сторону сейчас из-за того что пошли эти сбои что при цене нефти у нас очень низкой евро у нас не подорожала то есть европейские злые силы проигрывают злым силам американским да то есть нефта дешевая в долларе а и они то не могут получить за свои в евре ки очень очень много долларов теперь им что нужно оставить на месте так сказать эту нефть а успеть очень сильно чтобы подорожал евро к доллару чтобы 120 125 130 вдруг началось риское ослабление долларов чтобы могли они эти капиталы скидывать входить меньше но понимаете да все нашла коса на камень последние там три маховика с интервалом 1 5-7 лет они случались все было более-менее у них сносно сейчас у них начался расколбас от этого им что нужно сделать им нужно либо нефть еще дальше продавить ак и рынке все опустить но еще один момент когда рынки растут целый год и распродаются сильные мира сего не нужно потом купить дешевле компании кого там в 10 раз упали вы понимаете них огромная масса кэша за год высвобождается а ее эту массу кэша нужно куда-то бросить и нужно эту массу кэша куда-то сильно влить а тут им не отдают все акции на руках понимаете вот вся акция на руках именно не отдают паники нет они а им нужно купить дешевле от если покупаешь дешевле то что ты продал дорожки купить этого нужно в десять раз больше то есть это потребуется еще и время на покупку понимаете время на покупку поэтому начинают шугать всех этим коронам вирусом все везде к комендантские часы останавливаем экономику быдло пусть дома посиди тут было все равно денег нет мы сейчас это все обрушим у истериков мы забираем акции подешевле закупаемся всем чем можем подешевле потом публикуем вакцину отменяем все ограничения рынке на эйфории растут а мы снова сидим в паузе и наслаждаемся ростом своего капитала и компании нами захваченные будут нам пожизненно платить и выплачивать дивиденды то есть они вливаются в компании которые будут потом банкротить принудительно и забирать целиком полностью в свои собственности потому что сейчас они могут им раздавать деньги скупать их облигации все что угодно они могут это делать накапливать этот эффект а потом выборочно по очереди нас ждет череда банкротства и передел собственности вы все в смысле это увидите в прямом эфире но по индикаторам мы видим что мировой за кулисью систему шаблон то раскусить не может себе или система шаблон показала что сигнала продолжения нету системы шаблон нет даже дивергенции но есть лишь максимальная глубина по таймфрейму день которым которым нужен дивер и тогда это дно на таймфрейме недели мы продолжаем двигаться к параду планет мы еще не дошли даже до предыдущего пола парада планет но вот здесь вот при сильнейшей дивергенции недельной где был очень самый сильный парад планеты был он у нас четыре года назад к этому не дойдет мы примерно увидим вот такой же один парад планет без дивергенции потому что мы уже намного ниже мы уже в два раза ниже этой точки уже в принципе достаточно но если здесь еще делать какую-то глубину парад планет делать тут на недельки пытаться чертить дивергенцию то это очень долго это не знаю два-три месяца то не должна стоить пять вообще тогда она должна пробить по точку последнюю вот эту вот опоры четырехлетнего этого парада планеты уйти куда-то на 5 на 7 на 9 ну это я такие не рассматриваю сейчас вообще сценарий для экономики поэтому что это прям через чур через черный понимаете это прям масло масляная это прям жесть жестянка какая-то вот есть у нас уровень и пожалуйста уже делайте здесь первую зеленую зайдите кольните там я не знаю 19 один раз на три секунды все делайте уже по дням спокойно там зеленые линии восхождение чуть позже начертите нормальный они обратный дивер которым обратный диверах я вам рассказывал что он имеет обратную структуру и как раз на волне разводов он работает и на четырех часах вы уже в конце концов когда тут начнете зеленеть а здесь сейчас длинная дивергенция такая на 4-х часах длинная длинный как вы знаете имеют меньшую силу чем короткие лучше бы эта дивергенция была здесь все вот допустим да тогда бы она вот здесь вот была бы и тогда было бы она обратно имела сил чем вот здесь вот вот такая вот чем здесь вот такая дивергенция что грубо говоря цена ниже это то есть либо короткий нам нужен обратный хотя бы дивер вот такой вот либо ну что-то что-то поближе немножко по событиям чем растянуты растянуты чем растянуты этим это больше два события которые между собой уже не прикасаются и чтобы мы отсюда наконец-то пошли увидели здесь сигнал продолжения тенденции началась евария все я все-таки еще пока оптимист я продолжаю ставить что если в ближайшие дни все прикатиться специально запугали ограничениями до осени там до зимы что летом я все-таки ждут летом будет и им нужно провести нормально летний морской сезон конечно там бабки тоже получают поэтому они сейчас запугали всех что сезона летнего не будет что ничего не будет все в панике распродадутся они буквально еще там какие-то кратчайшие сроки делают свои грязные делишки а потом эти грязные делишки вдруг говорят все хорошо все замечательно вакцина все поправились чтобы люди еще успели там в середине июня купить там путевки и съездить еще на море допустим до отдохнуть чтобы этот сезон прошел успешно и на этой паре конечно все рынки уже улетят и мы уже увидим совершенно другую картину то есть но если они будут всех кидать извините на курортный сезон на курортный сезон если они будут всех кидать то это прям жесткая игра тут уже не до жиру быть вы живу сипа у нас на днях уже это падала до непонятной глубины то четырех часах у нас уже идет хорошая плоская дивергенция 4 часа в поддержку нам надо дождаться чтобы все это переросло в сигнал продолжения тенденции ушло наверх ну и посмотрим неделька ночью понедельки до понедельки у нас ничего хорошего нет у нас только первая красная линия в сигнал продолжения тенденции ну и надеюсь первая она и последняя и где-то здесь мы начнем зеленее после это дальше мы будем рушиться то у нас две тысячи где-то тут подергаемся если здесь будет какой-то хороший сигналчик парад планет на недельке то мы развернемся но пока пока все это выглядит не так пессимистично будем надеяться что мы отсюда уйдем вверх немножко затянутый ролик получился поэтому прекращаем всего доброго спасибо за внимание